Также из тех вопросов, которые, допустим, часто задают, которые также можно отметить, это то, что можно ли разделять Кур'ан, можно ли разделять Кур'ан на джузы и сказать, в день я буду читать по джузу, или после каждого намаза я буду читать столько-то страниц из Кур'ана и таким образом до конца Рамадана я завершу свое чтение. Некоторые люди высказывают порицание относительно этого и говорят, так делать не нужно, это бидра и тому подобное, на самом же деле нет, это не является бидра, ничего в этом такого нет, это всего лишь является тем, упорядочиванием своих дел. То есть, когда человек приводит в порядок свои деяния, знает, что после этого намаза он прочитывает столько страниц, сегодня ему нужно прочитать столько джузов, запомнить то-то и то-то и так далее. Как говорится, ничего такого в этом абсолютно нет, человек не упрекается за это, потому что он не поклоняется количеством страниц, он не хочет, не делает тааббуд, не делает айбада тем, что вот именно столько-то джузов он хочет прочитать, именно вот столько-то страниц именно после такого-то намаза, нет. Он просто упорядочил так, как ему удобно и он тем самым не хочет поклоняться Всевышнему Аллаху количеством страниц или количеством джузов или каким-то определенным временем, нет. Поэтому, как говорят ученые, ничего такого в этом нет.